Песчаные пляжи, базары со сладостями, морские прогулки, благовония и доступные цены, турецкий берег в трех часах лета. С момента, как сняли все ограничения на продажу путевок в эту страну, туристы буквально выстроились в очередь. Все бы хорошо, но последние события, которые произошли на берегу Игейского моря, вынудили многих изменить летний маршрут. Есть ли среди них нижнекамцы? С этим вопросом мы обратились к представителям турагентств. Те, кто планировали уже свои поездки в район Мармариса, кто-то остался при своем решении и также едут в этот район. Кто-то поменял решение и едут на Анталийское побережье, потому что это далеко и безопасно, и более спокойно. Ну а те, кто уже выкупили путевки в данном направлении, они едут, потому что возврата денег не будет. Если бы МИД официально объявил, что эта зона опасна, то тогда мы бы, конечно, действовали уже согласно тем предписаниям, которые бы нам выставляли туроператоры. То есть осуществляли бы возврат денег и аннулировали бы данные туры. Мы решили поинтересоваться у горожан, как они относятся к пляжному отдыху в Турции. Мнения разделились. Ежегодно мы всей семьей ездим в Арабские Эмираты. Перед школой надо детей прожарить, чтобы они были всегда здоровыми. И они действительно, после того, как их встретит жаркое солнце Арабских Эмиратов, они не болеют, они всегда здоровы. То есть они могут себе позволить учиться. В свое время мы тоже посещали и Турцию, но после того, как они сбили самолет российский, я перестал туда ездить чисто принципиально. Ну, отдыхать предпочитаю на море, конечно, да, чтобы море, солнце, пляж. Ну, сама в Турции не была, как бы съездила бы, отдохнула бы, посмотрела бы. На данный момент пока ничего не пугает. Когда соберемся, там посмотрим. Действительно, сегодня у туристов огромный выбор направлений. Наиболее популярные – Болгария, Испания, Тунис, Кипр и Греция. В этом году Эмираты сделали безвизовой страной. Был упрощен въезд для туристов. По прибытию каждый отдыхающий получает бесплатную визу, которая действует на протяжении целого месяца. Но в каждой бочке меда найдется и капля дегтя. К огорчению многих, Египет пока остается недоступным для наших соотечественников. Но, несмотря на это, согласно статистике, в следующем месяце расходы россиян на отдых могут достичь максимального показателя за последние два с половиной года. Эльвира Иларионова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим».